МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Скажи мне, что ты коллекционируешь, и я скажу, кто ты. Потому что твоя коллекция – это почти друг, с которым ты можешь уединиться и каждый раз открывать что-нибудь новое и неповторимое, особенно если твое увлечение – нумизматика". Сейчас бум в нумизматике. Самое главное, чтобы люди поняли одно, что нумизматика, будем говорить так, самое дорогое, что у нас – это оружие и наркотики. А третье и четвертое занимают нумизматика и полностью, будем говорить, то, что относится к антиквариату. Монеты, будем говорить, они показывают благосостояние того или иного государства. Вот, допустим, до Петровска. У нас в России были только копейки, легкие, маленькие. Ну, были там ефимки и все. А после Петр сделал систему денежную. И они пошли рубли, полтинники, там полностью денежная система. Также и у нас в Казахстане, вы видите, наши монеты, допустим, казахстанские, они имеют уже очень много выпусков. И интересно, они не такие дорогие, но они интересны, что со временем все равно будут иметь коллекционную ценность. Первые монеты появились на рубеже 8-9 веков до новой эры на побережье Малой Азии. Каких только монет с тех пор не чеканили. И не только для регулярного обращения, как платежные средства, но и на память. Были монеты на смерть, монеты отпущения грехов папы римского и даже фенинг палача Гамбурга. Монета, которую вручал палач судье при уходе в отставку. Ну, мизматика, это очень интересно, почему. Вот, допустим, сейчас мы в Средней Азии находим монеты, когда Александр Македонский в 329 году захватил Самарканд. И с этого пошли монетная система у нас в Средней Азии. И вы знаете, какая это интересная вещь. Вот монетка, 20 долларов, 20 долларов, 1882 года. Здесь есть небольшое различие. Они были выпущены 360 штук. Но внизу есть точечка. Одна с точечкой, другая без точечки. То есть отличие, почему я еще не докопался. Но это очень интересно. Одна из причин, по которой нумизматика завоевывает все новых и новых поклонников, в том, что это еще и хорошее вкладывание капитала. Правда, здесь существует определенная закономерность. Чем больше информации ты владеешь, тем выше шанс разбогатеть на коллекционирование монет. То есть посмотрите, насколько выросли цены в нумизматике. То есть монета всегда должна быть в хорошем состоянии. Тогда она имеет ценность и нумизматическую, и в то, что вы правильно вложили ваши деньги. Перспективное всегда то, что находится в малом количестве, выпущено. Это Россия, очень хорошо коллекционируется. Также Германия, Польша, Веймерская республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok